Журнал The Times пишет о том, что соратник Путина хвастается, что его войска – это мясо, используемое для уничтожения Украины. А российский депутат похвастался, что Москва использовала российских солдат, не имеющих никакой социальной ценности, чтобы обманом заставить Украину жертвовать в бою молодыми, сильными, здоровыми солдатами. Депутат отправящей партии президента России Александр Бородай заявил, что мужчины сражаются за Россию на Украине в составе нерегулярных военных подразделений, рассматриваются в Москве как расходный материал или запасные люди. Здесь написано «запасные», но если вы помните, в другом месте непосредственно он говорил, потому что это журнал The Times, так переводит, а в принципе это «лишние люди», потому что тогда он привел пример, ссылка на «лишние люди». Он также их назвал «мясом, которое нужно перемолоть в бою». На Украине действует множество российских нерегулярных подразделений, также известных как добровольческие бастионы или бригады. Их бойцы обычно заключают краткосрочные военные контракты с Министерством обороны, региональными властями или государственными компаниями. Зарплата составляет около 250 тысяч рублей в месяц. Это намного выше средней зарплаты в России. Бородай сам командует одним из таких подразделений – батальоном «Союз добровольцев Донбасса». С точки зрения людей в костюмах, эти люди не представляют большой социальной ценности. Они, как правило, старше, они не являются продуктивными членами общества, говорит Бородай, который ранее возглавлял Донецкую Народную Республику. Их покупают как мясо, добавил он. Бородай говорил, что задачи этих ирегулярных подразделений максимально измотать силы противника, пока остальные в тылу готовятся к главному наступлению. Просто измотать их. Понимаете? Никто не ожидает от этих сил какой-то ошеломительной или даже маленькой победы. Это просто человеческие ресурсы, которые расходуются. Мы собрали этих запасных людей со всей России, продолжил он. И враг на это ведется, если вы заметили. Ведь кого они изначально посылали против нас? Молодых, сильных, здоровых людей, репродуктивного возраста, лучших, самых храбрых, самых смелых. Такая тактика, по его словам, истощила военные резервы Украины. Считается, что средний возраст украинского солдата сейчас составляет около 45 лет. Бородай впоследствии подтвердил подлинность этой записи в интервью российскому телеканалу РТВА. Он заявил, что его высказывания о запасных людях, о лишних людях, были довольно резкими, но правдивыми. Однако он сказал, что будучи командиром нерегулярного подразделения, он также считал себя расходным материалом. Я не исключаю себя из этого круга. Ультра-националистические СМИ «Царьград» заявил, что комментарий Бородай отражает реальное положение дел для среднего русского человека, у которого мало перспектив в мирное время. Он может купить немного хорошей жизни для своей семьи, только продав свою собственную, единственную жизнь. Так пишет издание «The Times». А «The Moscow Times», ну, все издания, знаете, они «The Times», «The Moscow Times», в принципе. А как еще называть журналы? Довольно все однобоко, однозначно. Ну, такова наша с вами жизнь. И языки в том числе. Итак, «The Moscow Times» пишет. В Польше задержали агентов ГРУ, подозреваемых в подготовке терактов, на рейсах в США и Канаду, польские правоохранительные органы. Задержали четырех человек, подозреваемых в подготовке поджогов посылок на борту грузовых и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на прокуратуру Польши. Личности и гражданство задержанных пока не раскрываются. Прокуратура также сообщила о выдаче международных ордеров на арест еще двоих человек, которых подозревают в причастности к подготовке диверсии. Расследование данного дела продолжается. В июле на складах компании DHL, это посылки, обычно срочные, как вы знаете, в Германии и Великобритании, загорелись посылки с электромассажерами, внутри которых находилось легко воспламеняющееся вещество на основе магния. Один из инцидентов произошел в логистическом центре DHL в аэропорту Лейпцига, непосредственно перед вылетом самолета, а другой в британском Бирмингеме после доставки посылки рейсом из Литвы. Позже The Guardian издание сообщило, что британское национальное управление по борьбе с терроризмом начало проверку на предмет возможной причастности российских спецслужб к этим происшествиям. За подготовкой атак стоит российская военная разведка. Об этом заявил 5 ноября советник президента Литвы по национальной безопасности Киантутис Будрис. О причастности российских спецслужб к готовящимся диверсиям также сообщили в национальной прокуратуре Польши. По данным ведомства, возгорания в Лейпциге, в Бирмингеме были попытки проверить, можно ли устроить пожары на борту самолетов, летящих в США и Канаду. Литовская полиция арестовала подозреваемого в отправке четырех зажигательных устройств, в том числе двух, через Дищелл, в Вильнюсе. Задержанный представился как Игорь Прудников, но следствие выяснило, что его настоящее имя Александр Сурановас. И он действовал в интересах спецслужбы Российской Федерации. О том, что поджог на самолетах могла готовить именно Россия, 5 ноября написал также The Wall Street Journal со ссылкой на источники в западных разведках. Собеседники издания отметили, если бы из-за действий Российской Федерации произошла авиакатастрофа, это привело бы к еще большей эскалации конфликта между Москвой и Западом. То есть, получается, Москва сама целенаправленно разжигает конфликты между собой и Западом, чтобы железный занавес навсегда был закрыт. Получается так? Что ли так, друзья? Расскажите. Российская сторона отвергает все обвинения. Пресс-секретарь президента Р. Дмитрий Песков назвал информацию западных спецслужб необоснованными инсинуациями, а публикацию The Wall Street Journal охарактеризовал как нелепый информационный вброс. Почему он не сказал, что это фейк, а нелепый вброс? Это как? Это значит не фейк? Ведь мы так активно, вернее, наши чиновники активно раздают всем наклейки фейк-фейк-фейк, да? И закрывают, или сажают, или принимают какие-то меры. А здесь просто нелепый вброс, и все. Центральное разведывательное управление США не стало комментировать сообщения о подготовке поджогов. Потому что, друзья, это будет паника. Люди перестанут летать самолетами. Если вы знаете, что на вашем самолете переводятся посылки, посылки Дечил, допустим, то вы не полетите этим самолетом. Вы вправе отказаться, сославшись на расследование, которое сейчас проводится. Потому что это угроза жизни. То есть российские диверсанты создают угрозу жизни на каждом авиарейсе. То есть для своих целей, чтобы сделать какую-то диверсию, они не считаются жизнью 200-300 пассажиров. Это ведь не то, что вызов всего миру. Это циничное уничтожение жизни людей. Просто так, оголтело, ни на что не опираясь, никому ничего не доказывая. Просто уничтожение жизни. В этой связи Блумберг написал, что в ЕС растет обеспокоимость по поводу увеличения числа диверсий, организуемых российскими спецслужбами. Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруна Каль ранее заявил, что если РФ продолжит применять гибридные операции, в Европе и США это может привести к необходимости задействовать статью о коллективной обороне стран НАТО. А это значит полная непроходимая линия обороны по отношению к России. Мы это видели уже. Да, мы видели это в Советском Союзе, когда железный занавес действовал. Для своих, для чиновников, железный занавес не действовал. Люди летали. Помните Любовь Орлова, да, как агента летала. Помните того же Маяковского, но позже многих других. Все они летали. Но они были свои любимчики. Но в этой связи в Башкирии на железной дороге взорвали поезд с углем. Ну что же, опять диверсия за диверсией. И кто ведь это делает? Сами себе. Сами себе на голову натягиваем свои собственные диверсии. Потому что, чтобы собственный народ лишних людей лишить всего на свете, вероятнее, ну, 90% российских людей – это лишние люди. Если не сказать 95%, потому что не лишние – это и чиновники, которые наверху. Они себя считают не лишними. Ну вот как вы думаете, правомерно ли они себя считают не лишними? Или все-таки вообще все лишние – все, кто живет на территории России. Таким образом происходит чистка земли от просто человеческого стада. Итак, вернемся к Башкирии. В Башкирии произошел взрыв на железной дороге, в результате чего с рельсов сошли 22 вагона с углем. Сообщает об этом нам БАЗа. Инцидент, повлекший повреждение железнодорожного полотна, контактных опор и контактной сети, случился в ночь на 3 ноября на перегоне между станциями Дема и Черниковка. По данному факту, СКР возбудили уголовное дело по статье о диверсии. Согласно предварительным данным, взрывное устройство было заложено на хребтовой балке под люком одного из вагонов. Экспертиза показала, что для подрыва использовали брезантное взрывчатое вещество. Полиция задержала подозреваемого, 31-летнего жителя Ставропольского края Ивана И. Пострадавших в результате инцидента нет. На место происшествия был отправлен восстановительный поезд, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. В конце сентября аналогичный случай произошел в Самарской области на железнодорожном мосту у города Кинель. По данным местных властей, тогда взрыв повредил островки безопасности на переправе, временно прервав движение поездов. Я хочу обратить ваше внимание коротко на название город Кинель. Мы многие живем и не знаем названия городов, которые на территории Большой России находятся. А вот эти названия Кинель, они как раз и говорят о том, что какие русские там жили, какой Кинель, что это за Кинель такой. И вот если вы возьмете карту еще со старыми названиями, даже сегодня со многими те, которые есть, вы поймете, что никаких Иванов-Петров и в помине не было. А Иванов-Петров возникли уже после Великой Октябрьской социалистической большевистской революции. Вот тогда стали Иваны и все остальные прочие. А кто жил на территории, мы не знаем. Тех, кто жили, уничтожили. Иваны, не помнящие родства. Столько народов уничтожили на территории России и уничтожили их беспрерывно. Со времен как власти Китай направил нам Николая Второго. Посмотрите мои ролики на эту тему, вы увидите. Много чего интересного для вас. Глаза открываются моментально, если понимать. В том же месяце в Белгородской области, в Новооскольском городском округе, с рельсов сошли локомотив и пустые вагоны грузового состава. Причиной стало незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта. Так говорит Вячеслав Гладков, губернатор. В мае из-за постороннего вмешательства вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области. По сообщениям местных властей, пострадавших тогда не было. Но в марте на железнодорожном перегоне «Звезда Чапаевск» в Самарской области. Видите, вот это уже современная «Звезда Чапаевск». Это все современные названия. А ведь было время, когда там были другие названия, а их заменили на «Звезда Чапаевск». И теперь мы не знаем, а что было там, на этих местах, какие народы жили, на каком языке говорили. Итак, перегон «Звезда Чапаевск» в Самарской области. Взрыв повредил мост через реку Чапаевку. Куйбышевская железная дорога вскоре заявила о незаконном вмешательстве. А ФСБ возбудило дело по статье о диверсии. Я так понимаю, вот эти фразы, незаконное вмешательство, ведь это все просто диверсия в собственном доме. В собственном доме кто вам может гадить? Только вы сами. Но говорим о каких-то незаконных вмешательствах. Хорошие фразы. Это как налет БПЛА вместо бомбардировок, нам говорят, беспилотники атаковали аэродром. А на самом деле просто бомбили. В начале октября 2-й Восточный окружной военный суд в Чите вынес приговор 13 россиянам по делу о диверсиях. Трое из них также были признаны виновными в приготовлении к теракту. По версии следствия, эти лица входили в преступную группу, которая с декабря 2022 года по январь 2023 совершила 13 диверсий на железной дороге и объектах жизнеобеспечения в Москве и Краснодарском крае. Также следствие утверждало, что подозреваемые планировали уничтожить многоцелевые истребители в Приморье. Суд приговорил их к разным срокам наказания от 4 до 23 лет лишения свободы. Сомневаюсь я, что это те самые люди. Диверсия – это всегда профессиональный ход спецслужбы, самих спецслужб. Диверсия – просто так люди непрофессиональные, неподготовленные диверсию устроить не могут. Да и зачем? Кому в голову придут такие шизофренические мысли уничтожать вагоны с углем, когда они идут для обеспечения жизнедеятельности в зиму людей? В каких-то поселках идут вагоны. А кто знает, что именно в это время должен пройти вагон? Это ведь каким маньяком нужно быть, чтобы сидеть, разрабатывать операцию, узнавать у кого-то, когда должен пройти вагон с углем? А знает ли он, что он должен пройти вагон с углем? И где взять эту информацию для того, чтобы его в своей больной голове шизофренической начать развивать эту мысль и пытаться понять, где и как он может сделать подрыв вагонов? Вот как это? Как это все не состыкуется ни с чем, друзья, что мы называем диверсией? Потом ищем каких-то иванов или таджиков, которые будут, а вдруг еще и украинцы, да, или какие-то из прибалтийских республик люди, которые будут охотиться за российским углем и подрывать. Все это блеф получается и выглядит несерьезно. Может быть, для народа населения, конечно, это выглядит серьезно, Но на самом деле этот непрофессионализм, или, вернее, большой профессионализм в диверсиях, он выражается именно в таких словах, незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта, как сказал губернатор Вячеслав Гладков. Вуаля! Я Таня Карацуба, Сейдбурхан. 8 ноября 2024 года. 8 ноября 2024 года. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...